Продолжение следует... И зачем это делают с Украиной? Очень реально. Он не потерял реальности, госпожа Меркель и господин Обам. Наоборот. Просто все остальные, зная эти угрозы, боятся раскрыть рот и потеют ладошками от ужаса. Что с ними сделают американцы, если они только этот рот раскроют? Да, сегодня Россия почти в одиночестве. Но именно сегодня Россия показывает миру, кто есть кто и что есть что. Я очень надеюсь на то, что этот пример России понимания распространится и на тех, кто давно все знает, но боится поднять голову. Всех удивляет и удивлял в мире, а почему молчит, так долго молчал, допустим, Путин. Там происходит бог знает что, он там с паралимпийцами, там какие-то разговоры, естественное состояние встречи с министрами, какая-то хозяйственная жизнь бытовая и так далее, и нет никакой истерики, и как-то все спокойно, и присоединили Крым, и присоединили. Все как-то так идет естественным путем. А почему так? Это тоже очень важный момент. Очень важный момент. Момент понимания русского характера. Понимание внутреннего вот этого самого сосредоточения, о котором говорил Горчаков. И иллюстрацией этому может быть одна работа, одно эссе Романа Носикова, который называется «Старый миропорядок против России». Слушайте русское молчание. Мир переполнен призывами к России. Мир призывает русских и их президента повлиять на пророссийских сепаратистов на юго-востоке Украины. Международные сообщества российской интеллигенции, украинские медиаклассы задыхаются от крика, которым напоминают нам о нашем миролюбии, о непротивлении злу, о Льве Толстом, о Махатма Ганде и так далее, и так далее. Мир, 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 милосердие. Вот что слышим мы круглыми сутками. И одновременно с этими призывами из тех же самых ртов в нас летят угрозы. Санкции, с голода сдохните, в пещеры вас загоним, в бараки все отнимем, все отберем, всех купим, заставим, засудим. Что же раздается в ответ? Что слышат наши визави от русского президента? Что слышат они от нашего народа? Ничего. Молчание. На мир опустилось тяжелое, невыносимое, как предгрозовая тишина, русское молчание. Россия молчит. И в этом молчании они лихорадочно пытаются вспомнить, что там говорили их великие о России. А Россия, да, Россия – это загадка, упакованная в тайну, спрятанную в непостижимость. Так кажется. И понимают ответ. Просто Россия – это Бог. А если Бог – это Россия, то мне от мщения и аз воздам, это про нее она воздаст. Вот-вот прозвучат во вселенной первые ноты новой русской симфонии. Она сорвет все маски. Она проветрит и обновит весь мир душа за душой. Она не оставит ничего. Затклым и старым она сотворит все новое. Она прогремит, как гроза. Она пронесется по миру, как буря. Она потрясет незыблемое и развеет в пыль то, что казалось вечным. А пока на мир пришла русская тишина. И последнее, что я хотел бы просто напомнить, может быть, в связи с этой работой. Несколько цитат. Россия – карлик. Я поставлю ее на колени. Карл XII, 1707 год. После сражения под Полтавой Швеция навсегда лишилась статуса великой державы. Я покорю отсталую Россию. Фридрих. Середина XVIII века. В 1759 году русские войска вошли в Берлин. Россия – колосс на глиняных ногах. Я разрушу ее. Наполеон Бонапарт. 1812 год. В 1814 году русские войска взяли Париж. Мной утвержден план молниеносной войны Барбаросса. Я завоюю СССР к концу года. Адольф Гитлер. 1941 год. В 1945 году Гитлер покончил с собой, когда Красная Армия вошла в Берлин. Россия – всего лишь региональная держава. Президент США Барак Обама. 26 марта 2014 года. Что в ответ? Россия пока молчит. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну а что до предложения перенести наш парад победы в Лондон или Берлин, то идея, знаете, любопытная. Ведь вполне можно и в Варшаю показать наши танки. Вот сделать такую большую европейскую гастроль. Хлопано, конечно, но можно. А почему только полякам праздник? Ведь против нацистов на той войне сражался чуть ли не весь мир. Петр Маринин вооружился линейкой, циркулем и штабной картой образца мая 1945 года. И вот что у него получилось. Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша. К этому времени бойцы ВДВ, им на переброску нужно всего 2 часа, успеют провести репетицию, отдохнуть, сварить праздничную кашу с тушенкой и отгладить парадную форму. Кажется, нас давно не было в Берлине. 9 мая – отличный повод для дружеского визита. 1800 километров для современной армии – не расстояние. Тем более, многие русские офицеры неплохо знают Германию. Им там даже карты не потребуются. Главное, чтобы они на автомате не заняли наши же военные городки, которые после объединения ФРГ и ГДР достались немцам. Прага, Хельсинки, Вильнюс, Сталин, Рига – это вообще совсем рядом. Половина из этих городов праздничные русские солдаты могут выдвинуться и вовсе пешим порядком, как уже было 70 лет назад. Визит в Лондон и Вашингтон, конечно, придется планировать сильно заранее. Без авиации и флота тут никак не обойтись. Но до мая еще есть времени, так что заявки принимаются. Армия у нас большая, на всех хватит, да еще для Москвы останется. Жалко только, что наши западные партнеры не смогут своими глазами посмотреть на Искандер и Сатану. Ведь их за пределы России можно доставить только по воздуху. В эфире программа «Специальный корреспондент». Здравствуйте, в студии Евгений Попов. Насколько тотально информационная война, которую нам объявили Вашингтон и Брюссель. Кто и как конструирует европейские фобии. Кто вещает для нас из западных окопов. Сколько можно заработать на мифе об агрессивной России. Медиаграмотность. Так называется документальный фильм, который мы сегодня посмотрим. Простой вопрос. Зачем Запад развязал против нас информационную войну? Понятно, что она приняла уже агрессивные формы. Но каковы ее цели? У нас в студии российский главный редактор, которого, наверное, чаще всего обсуждают западные СМИ. Обсуждают вас и в Конгрессе, и в Британском парламенте, и в Европарламенте. Вы точно знаете, зачем эта информационная война с западным структурой? Да, здравствуйте, спасибо, что позвали. Но я бы сказала, что эта информационная война или информационная борьба, она, конечно, началась не сегодня, и не вчера, и не позавчера. Просто мы раньше в ней не участвовали. Или участвовали, но так очень вяленько, бедненько и незаметненько. И мейнстрим, так называемый англосаксонский, впервые столкнулся с тем, что вдруг появились какие-то голоса, которые тоже слушают. Этого же не было много-много лет. Ну, просто этого не было. И была определенная монополия на информацию. По большому счету, несколько медийных конгломератов, которые совершенно идентичны в своих оценках того, что происходит в мире, и совершенно идентичны в своей политической и редакционной повестке, они диктовали миру десятилетиями, что миру думать о тех или иных событиях. И мир о тех или иных событиях, о тех или иных людях, войнах думал то, что он думал. К чему приводило такое единодушие? Мы совсем недавно видели на примере Ирака, когда вошли в страну, сделали всё гораздо хуже, чем было при Саддаме, при колоссальной поддержке практически всех, по большому счету, медиам. Некоторые медиа в этом раскаялись, некоторые журналисты в этом раскаялись публично, но их же очень немного. Ну, вот свежий пример уже тоже перед глазами. Украина, Сирия, пожалуйста, те же... Конечно, это всё продолжается. И война-то, то, что мы сейчас называем информационной войной, она началась с того, что вдруг пришло осознание в тех структурах, в первую очередь, которые вы здесь упоминали, где нас обсуждают и с нами воюют, пришло осознание, что, оказывается, есть какие-то другие голоса, которые могут привлекать аудитории, которые могут привлекать огромные, в том числе, аудитории, а, скажем, там, в некоторых позициях, на том же Ютьюбе. У нас аудитория самая большая в мире, это больше трёх миллиардов просмотров. Конечно, с этим надо что-то делать, решили люди и начали что-то делать. Например, закрыть спутник, как это сделали вчера в Латвии. Да, закрыть спутник, это ещё не самое страшное, что сделали с нашим спутником. Это действительно Запад, который ведёт войну. Почему войну ведут? Войну ведут по тому, почему ведут войну, чтобы обеспечить своё глобальное доминирование. То, что мешает этому глобальному доминированию, должно быть уничтожено, в том числе информационно. Как давно? 500 лет, на самом деле не 300, а 500, это было ещё при Василии III, который отказался принять корону короля из рук императора Священной Римской империи Германской нации и римского папы. После этого уже, собственно, началась литература, причём впереди, кстати, шли действительно поляки, которые создали всю ту мифологию, которая существует о России и которую можно прочесть в современной польской газете и в английской газете. То же самое. Кстати, представитель последнего посольства, который приходил к Василию III, Сигизмун Герберштейн, написал записки о Москве. Они выдержали ещё в XVI веке 22 издания. Там абсолютно всё то, что написано там, можно прочесть сегодня в любой западной газете. У России вообще было только два эпизода, когда они писали хорошо. Это было приблизительно с февраля по май 1917 года и где-то приблизительно с августа по декабрь 1991 года. Совершенно верно. Потом, уже после того, как Союз развалился, уже Россия стала монстром. А нас хорошо пишут только тогда и будут писать только тогда, когда мы разваливаемся. И будут чем яростнее нас атаковать, чем сильнее мы становимся и чем сильнее мы будем. Это вот типичный приём информационной войны, которая, если даже не брать историю, имеет целью достижения того же самого, что обычная война. Только обычная война хочет с помощью вооружённой силы захватить территорию определённой страны, после чего либо оккупировать её долго, либо уйти, поставив там своё подведуственное себе марионеточное правительство. Информационная война решает ту же самую задачу, только без вторжения с помощью вооружённой силы. Значит, смысл заключается в том, что боятся смертельно чего? От того, что пробилась Маргарита, пробилась эта РТ, пробивается другая позиция. А почему? Потому что тошнит от того тупика, в который зашёл основной Запад. Тошнит от постмодерна. Тошнит от двойных стандартов. Тошнит от экспорта революции. Тошнит от вот этого отношения к информационной свободе. И наш шанс заключается в том, чтобы наша информационная позиция и наша идеология, оформленная до конца, стали лидировать в широких общественных кругах Запада. И это будет. Обязательно будет. Только Сейса Навального. Существенная часть тех, кто называет себя нашей оппозицией, они же оппозиция не потому, что они не любят Путина. Люди имеют право не любить Путина. Не от того, что они не любят Единую Россию. Люди имеют право не любить Единую Россию. Они Родину не любят. Они нас не любят. Они не любят свой народ. Они не любят всё, что связано с именем России. Мы, конечно, обращаемся к литературе всё время, потому что это наше всё. Но гораздо прагматичнее и понятнее посмотреть жизнь. Для того, чтобы определить основные признаки того, что мы называем информационной войной. Кстати, ведь слово информационная война, несмотря на то, что там никто не стреляет, казалось бы, никого не убивает, это же не страшно. Ну нет же ни раненых, ни погибших, нет разрушенных домов, вроде бы, да, на первый взгляд. Но всё равно мы называем это информационная война. И почему? Потому что, в принципе, все операции информационной войны, в конце концов, ведут к разрушению, страдания и убийствам. И главный приём, который там применяется, это на достаточно короткое время создать ложь, которая будет признана в качестве правды. В этом смысле Орол был прав. Здравствуйте. Я русский оккупант. Это моя профессия. Так сложилось исторически. Когда-то я оккупировал Сибирь. Теперь там добывают нефть, газ, алюминий и ещё много полезного. Теперь там города с детскими садами и больницами. Теперь там нельзя продавать женщин за вязанку соболиных шкурок, как это было до русских. Я оккупировал Прибалтику. Её хутора я застроил с заводами и электростанциями. Прибалтика делала высококлассную радиотехнику и автомобили. Славилась духами и бальзамами. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там добывают шпроты, а часть населения чистит унитазы в Европе. Я оккупировал Среднюю Азию. В голых степях я построил каналы, заводы, космодромы, больницы и стадионы. Там строили космические ракеты и самолёты. Развивали промышленность. Выращивали пшеницу и хлопок для всей страны. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там развивают американские кредиты и выращивают коноплю. А часть населения уехала работать на стройке бывших оккупантов. Я оккупировал Украину. Вместе с украинцами я строил авиадвигатели, корабли, танки и автомобили. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там разрушают всё, что осталось от оккупанта. При этом там не строят ничего нового, кроме бесконечных майданов и диктатуры. Да, я оккупант. И я устал извиняться за это. Я оккупант по праву рождения. Я агрессор и кровожадный урод. Бойтесь. Это я терпел зверства польских интервентов во времена смуты. Но чем закончилась их интервенция? Это я сжу к Москву, чтобы не отдать её Наполеону. Но как закончил Наполеон? Это я сидел в окопе у Волоколамска, понимая, что нацистов удержать не получится. Где теперь те нацисты? Где их проклятый Гитлер? Ко мне домой приходили все, кому не лень. Турки, англичане, поляки, немцы, французы. Земли хватило на всех. По два с половиной метра на каждого. Поймите, мне не нужна ваша лицемерная свобода. Мне не нужна ваша гнилая демократия. Мне чуждо всё, что вы называете западными ценностями. У меня другие интересы. Вежливо предупреждаю в последний раз. Не нарывайтесь. Я строю мир. Я люблю мир. Но воевать я умею лучше всех. С уважением, русский оккупант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова